Так, супер, ну давайте начинать. Значит, сегодня мы с вами обсудим немножечко еще про РНН-ки, просто расскажу про историю с забыванием у РНН-ок. Так, а это от чего идет? А, это отсюда, окей. И после этого я поговорю, как с этим боролись, в принципе, и мы поговорим про, собственно, механизм внимания и про трансформеры. Про трансформеры мы очень коротко поговорим, потому что они очень тяжеловесная архитектура, к сожалению, и она выносит очень сильно мозг, поэтому мы разберем только базовый блок трансформеров, а дальше просто будем исходить из того, что ну как-то их там скомбинировали между собой, и с этим все, и это все работает. При этом в самой тетрадке есть информация по всем трансформерам, то есть можно там, ну, по самым основным. Собственно, начнем. Значит, в прошлый раз мы с вами поговорили про реквентные нейронные сетки, и там простейшая архитектура нейронной сетки реквентной рисовалась типа вот такого образа, что она может там что-то выдавать на выход, и подавать то, что она выдала на выход, вот этот маленький блок может подавать свой же выход сам себе. Вот, дальше мы с этим, мы можем с этой штукой немножко по-разному работать. Мы можем... Арсения, можете попросить 27 маркера мои взять? Синя, там еще... Вот, мы можем немножко по-разному работать, то есть мы можем использовать этот выход всегда, подавая последовательность там из х1, х2, х3 и так далее, получать для каждого х1 соответствие. Мы можем сначала подать всю последовательность, а потом сказать, генерировать новую и так далее, и так далее. Это дает там разные плюсы и разные минусы к подходу и ограничивает или расширяет его применимость. Главная проблема рекуррентных нейронных сеток, я про это говорил именно про самые простые, что они быстро забывают информацию, так как там у вас в середине есть функция тангенс, тангенс, к сожалению, ну то есть функция активации, она немножечко потихонечку начинает забывать сигнал, просто потому что, ну что вот так. Вот, то есть там он потихонечку размывается, он каждый раз получается даже в самом лучшем случае немножко домножается на число, отличное от единички, и становится там все менее слышным. Вот, соответственно, получается, что если у вас там, скажем, очень длинная последовательность, скажем, х120, вы, скорее всего, когда будете читать х120, у вас вот в этом векторе, который вы подаете нейросетки на входы, который, собственно, называется h, и он содержит всю информацию о том, что было до этого, у вас, скорее всего, не будет сохраняться уже информация о том, что было в начале. А это очень плохо, потому что, ну, вполне возможно, что у вас вот эта нужная информация, она, собственно, вам потребуется дальше. Ну, и обычно первые там слова, они самые важные, то есть там, кто сделал, что сделал, дальше могут идти какие-то местоимения, и вы банально можете не понимать, а к чему эти местоимения относятся. Вот. Ну, и на самом деле, на какой архитектуре это нагляднее всего видно? На так называемой сек-то-сек архитектуре. Значит, в чем она состоит? Она как раз-то говорит, что давайте сначала прочитаем входное предложение, его коротко сожмем и назовем вот этот последний h, который выдала нейронная сетка, контекстным вектором, ну, вектором контекста по-разному. То есть это как раз-то вот это сжатое определение. Мы с вами на прошлой паре говорили, что-то, например, там есть, то есть информация о главе из книги Ильва Николаевича Толстого. Дальше мы берем вот эту вот информацию и подаем ее другой сетке, и, например, она нам берет и просто переводит вот эту главу с русского на английский, там, или с французского на русский, эти вкладки всякие, которые в нем есть. Вот, и смотрите, то есть вот эта часть, это у вас рекурентная нейронная сеть, и вот эта часть тоже рекурентная нейронная сеть, только разница между ними в том, что это на вход изначально вот это пустое состояние принимает, собственно, никакое. То есть самый первый шаг у вас пустое состояние это ноль, вот это h. А дальше у вас эта h будет обогащаться информацией о том, что вообще содержало в себе последовательность. Дальше вы получаете, в конце концов, вот этот вектор контекста, его подаете на вход другой сетки, но подаете на вход именно как скрытое состояние. Ну, на самом деле, ну, да, лучше всего как скрытое состояние. Ну, можно просто на вход подавать. И в начале, но обычно делается так, вы даете вот этот контекстный вектор на вход как скрытое состояние, а самой нейросетки в качестве такой сообразной затравки кормите специальный символ. Кстати, тут можно рисовать, да, поэтому я могу, я в зуме могу рисовать, поэтому здесь буду показывать. Вы можете подать специальный символ Go. Это просто символ, которого нет в языке изначально вашем, ну, просто это не слово Go, это просто такой специальный символ, специальный токен, который там закодировали каким-то числом, который гарантированно больше нигде не встречается. Вот, вы подаете этот токен, подаете вот этот скрытый контекст в первую ячейку, и у вас нейросетка порождает вам что-нибудь, ну, в данном случае, в случае с переводом, логично, что она будет порождать одно слово переведенное. Дальше, значит, вы подаете, вы берете вот это слово, которое она породила, и подаете ей на вход. Опять. Вот так вот. А на вот этот вход вы подаете ей скрытое состояние, то есть, либо вы можете подавать тот же самый контекст, либо вы можете, у вас нейросетка случилась с темой, у нее есть несколько output, то есть она может выдавать вам вектор контекста просто отдельно, отдельно выход. Ну, вот, в общем, вы подаете вот эту штуку, которая, по идее, должна преобразовывать, ну, быть преобразованным вот этим вектором контекста. Ну, что он должен, по идее, содержать? Он должен содержать информацию, ну, допустим, вначале у вас была информация, что нужно написать, что у вас там I love machine learning, вы сгенерили I, и поэтому вот из вот этого вектора контекста C вы буковку I удаляете. Понятно? Ну, просто чтобы, так как это на самом деле одна и та же нейронная сетка, чтобы она просто понимала, что ей больше I не надо генерировать, иначе она бесконечно будет генерировать I. Потом точно так же love, machine learning, и когда нейросетка решает, что вот в этом векторе контекста больше нет никакой информации, которую нужно было перевести на другой язык, она делает еще один токен, он тоже, он не встречается в обычном языке, ну, и называется просто end of sentence, то есть EOS. То есть это значит, что я закончил генерацию, по сути. У нас вот есть два таких дополнительных токена, которые в нормальном языке нет. Вот, и на самом деле эта архитектура, она была одна из первых, которая использовалась действительно для машинного перевода, и она, как ни странно, работала. Но с ней заметили проблему, что, например, если вы будете использовать вместо LSTM просто обычную RNN, вот этот рекоинд юнит, который мы использовали на семинаре в прошлый раз, то у вас, у вас там, скажем, предложение длины 20 слов, ну, или абзац текста больше длины, чем 20 слов, он просто не переведется. То есть у вас нейросетка начнет очень сильно сбоить, она перестанет, ну, она начнет забывать как раз то, что было в начале. Если вы сделаете ее там bidirectional, то есть она и с одного, и с другого конца читает предложение, то она может там забудет то, что в середине и так далее. Ну, там уже генерить вам все равно придется вот в такой манере. И может вполне возможно случиться то, что, например, нейросетка в какой-то момент здесь просто забудет, что она какое-то слово уже генерировала, или наоборот, что она это слово еще не генерировала. И тоже там, например, learning она просто не воспроизведет. Если вы берете LSTM, у которого специально есть механизм, который мы на прошлой паре разбирали, который позволяет дольше хранить эту информацию, то у вас LSTM, скажем, может переводить там предложение, ну, допустим, до 100 слов, предложение абзацы. Вот дальше у нее тоже начинается проблема, дальше она тоже работать не может. Хорошо. И это как бы грустно, потому что получается, что, во-первых, это зависит, на самом деле, от самого предложения. То есть чем предложение там содержит более редкие слова, тем это будет сильнее видно, вероятно. А во-вторых, ну, просто получается, что у вас есть некое ограничение. То есть у вас не получится чат в GPT, который там генерит тысячу или две тысячи символов. Не символов, по словам. Вот. То есть откуда это происходит? Почему мы заранее знаем, что какую бы архитектуру мы ни взяли, вот если она будет действовать в таком формате, то мы всегда будем иметь некое ограничение. На самом деле это легко понять, потому что у нас здесь есть бутылочная горлышко, как вот у нас. На самом деле это своеобразный автоэнкодер. Если вы посмотрите, то есть вот мы взяли, закодировали текст, маленькое представление, а дальше его раскодировали. И вот у нас есть вот эта бутылочная горлышко, и оно на самом деле, его просто нельзя, ну, то есть все будет зависеть от его размера. Какую бы вы нейросетку ни сделали, у вас в контекстный вектор должен быть какого-то константного размера, ну, скажем, тысяча. Это значит, что у вас туда просто не влезет предложение больше какого-то размера. Особенно там, если словарик вы увеличиваете, чем больше словарик, тем меньше приложение будет влезать и так далее. Просто потому, что у вас в этом контекстном векторе надо закодировать какую-то информацию. Причем ее надо закодировать на самом деле без потерь. Ну, потому что вы же хотите перевод сделать. Вам не нужно, чтобы вы там хотели кому-то написать, что там, как у вас классная лодка окрашена, ему перевелось немножко иначе. Вот, как анекдот. И вы такого не хотите делать. Поэтому вы просто вот такой подход, он, конечно, прекрасен, но он, к сожалению, таит в себе кучу проблем просто за счет того, что вот этот контекстный вектор ограничен. Ну, на самом деле, получается, что у вас искрытое состояние по размеру ограничено. И более того, допустим, даже в контекстном векторе изначально хранилась вся информация о предложении, но она может потеряться где-то вот на вот этом этапе. Потому что, опять же, у вас длина вот этого hidden слоя тоже ограничена. Не hidden слоя, а hidden представление, которое просто по размеру обычно равно контекстному вектору. Вот, получается, что такая проблема, которая, в принципе, ну, не особо решаема. И, в принципе, на нее можно, ну, в каком-то формате на нее можно забить. То есть, на самом деле, LSTM-ки по-прежнему используется широко. Просто используется там, ну, не так широко, как раньше. Они по-прежнему выигрывают некоторые соревнования, особенно если у вас маленькие, маленькая последовательность, маленькие, ну, маленькие последовательности, маленькие предложения и так далее. Но они, конечно, от этого страдают. Вот. И был придуман подход, что давайте вместо того, чтобы использовать просто вот этот сек-ту-сек, который похож на автоэнкодер, давайте мы будем вот это состояние, которое мы подаем сюда, скрытое C, формировать на лету. Откуда мы будем его формировать? Ну, вот, когда мы учили нашу нейросетку, у нас для каждого слова, там, для I, love и learning, у нас генерились представления. Давайте мы будем просто эти представления каким-то образом складывать, так, чтобы, вот, например, первое, ну, что нужно в начале нейросетки декодеру сгенерировать. Ему нужно представить, там, сгенерировать кто. Ну, соответственно, мы должны дать очень большой вес вот этому слову I, ну, и маленький вес love и прочее. Ну, просто потому что нам нужно обратить внимание именно на слово I. Вот. Хорошо, оно сгенерило. Что-то там передало, на самом деле, информацию о том, что оно что-то сгенерило, что мы дальше делаем. А мы берем и второе теперь генерируем скрытое состояние. Вот это вот контекст второй. То есть это у нас был первый контекст. Теперь сгенерим второй. Ну, для него там, условно, нужно какой глагол был. Но тоже говорим, что очень важная информация о том, кто именно, ну, точнее, что именно делается, то есть love. Ему даем там вес, скажем, 0,9. Нам важно, на самом деле, во многих языках, какое там число. То есть мы даем вот этой штуке там вес, скажем, еще 0,0,9. Вот, чтобы знать, какое там окончание поставить. Ну, а остальную всю информацию мы там суммарно на нее выделяем 0,0,1. Вес. Вот. И в итоге у нас полученный вот этот вектор контекста, он содержит информацию преимущественно о глаголе love. И, соответственно, у нас когда декодер с этим всем работает, он понимает, что ему нужно перевести конкретно глагол love в таком-то там числе. Он это переводит. Значит, это он перевел, это он перевел. Ну, и так далее. То есть, когда нам нужно сгенерить там еще что-нибудь, там, learning, то мы опять же понимаем, что там нужно, там, скажем, самому learning нужно поставить коэффициент 0,6. То, что это именно machine learning, надо поставить коэффициент 0,3, потому что, ну, это важно. Это общее понимание. То есть тут не learning сам важен, а именно, что это machine learning. А всему остальному можно там поставить маленький коэффициент. И опять же, мы это подаем вот такое c, там, tt, ct-т контекст, подаем декодеру, и он успешно переводит слово в обучение. Значит, чем эта схема хороша, я думаю, понятно. У вас, получается, вы по-прежнему немножечко ограничены размером скрытого представления, но теперь, на самом деле, не туда видим. Хорошо. Теперь у вас ограничение идет только на представление. То есть вот у вас хорошо, да, действительно, у вас по-прежнему каждое слово представить нужно каким-то определенным образом, и это нетривиально. То есть как бы вам нужно взять и там, то есть если у вас словарик, скажем, размера 1 миллион, и вы возьмете там размер токена всего 100, то у вас все равно, возможно, будут проблемы с тем, что у вас просто весь словарик, все слова нельзя закодировать всего лишь в шестомерном пространстве, все слова, с которыми вы работаете. Но как бы это куда меньше ограничений, тем тем, что вам нужно всю длину предложения так кодировать. Ну, кроме того, желательно, конечно, чтобы этот токен еще, ну, то есть вот это скрытое состояние, оно, кроме этого, еще все-таки хранило информацию о том, что было до этого увидено. Ну, потому что, опять же, в зависимости от этого мы будем немножко по-разному понимать слова. Мы хотим, чтобы лернинг с машин лернингом как-то по-другому кодировались, чем просто лернинг и просто чем машина и так далее, и так далее. Соответственно, эта вся штука очень хорошо работает и действительно вот почти решает проблему с тем, что у нас вот это есть бутылочная горлышко. Потому что мы просто на каждом этапе заново генерируем вектор контекста, у нас поэтому из него ничто не может потеряться и так далее, и так далее. Просто берем вот эти сжатые представления и их как-нибудь определенным образом складываем. Тут, конечно, возникает вопрос, откуда нам брать веса. Вот здесь на самом деле возникает уже следующая проблема, что вообще говоря, веса вы берете из нейронной сетки. То есть у вас до этого было две нейронные сетки, вот этот энкодер и декодер. Первый условно добавили третью нейронную сетку, которая, собственно, будет предсказывать веса. Что она делает? Она на вход принимает все вот эти представления. H1, H2, H3 и так далее. Она принимает на вход текущее скрытое состояние декодера. Это как раз, чтобы он сказал ей, что, например, я уже сгенерил существительное, я уже сгенерил сказуемое, и мне нужно там генерить что-то дальше. Значит, вот это все оно принимает на вход и на выход выдает веса. Значит, здесь сразу те, кто делал в семинаре просто линейные обычные модели, должны понять одну простую вещь, что даже если сильно очень извращаться, у вас, ну, зачем, нет, ну, если очень сильно извращаться, это можно миновать, но на самом деле у вас получается, что attention, вот эти веса, они какого-то размера, зависящего от входа. У вас вот эта сетка, мы, наверное, не хотим ее делать рекуррентной, потому что тогда мы вернемся к проблеме, которую решали. Вот. Мы не хотим ее делать, возможно, конволюционной, потому что тогда она будет только захватывать часть информации и так далее, и так далее. В общем, не совсем понятно, как с этим бороться, но самый простой способ – это сделать вот обычную просто многослойную линейную сеть, а это значит, что число представлений, которые она принимает, должно быть фиксировано. То есть вы, например, можете подавать только 100 скрытых состояний, ну, там, сконкатенированных каким-то образом. Вот, получается, что мы можем что, переводить предложение только определенного размера, ну, к счастью, нет. Вам достаточно, вы можете просто говорить, что если у меня, например, что я готов переводить предложение максимально до размера 100, но при этом если у меня в предложении всего 4 слова, я просто все остальные слова заменяю специальным токеном. Либо нулем, либо у меня будет просто токен, который как раз-то сигнализирует, что это у меня конец предложения уже, то есть как раз-то EOS. И моя сетка научится с этим работать. То есть получается, что, в принципе, это работает, но что здесь важно, у нас вот этот сам по себе механизм attention предполагает, что мы сверху вводим ограничения на размер предложения, которое генерится. Почему это все равно лучше, чем то, что у нас было до этого? До этого мы не совсем понимали, а какого размера предложения можно подавать в нашу нейронную сеть, чтобы она при этом не стала глючить. Потому что она может начать глючить на предложении длины 200, на предложении длины 300, а может только на предложении длины 1000, и тогда нам, в принципе, пофиг, нам, наверное, предложения длины 1000 не очень нужны. А здесь мы заранее просто задаем вот этим attention, что мы генерируем предложение до длины 200. И до длины 200 мы уверены, что все будет хорошо. Хорошо. Так, хорошо. Давайте идем дальше. Да, тут опять, видимо, не подгрузилось. Так, вот. Ой, и на самом деле оказывается, что эта вся история неплохо работает, действительно. То есть, если посмотреть потом на матриц... Ну, то есть, вот давайте возьмем просто наше изначальное... У нас есть изначальное предложение, оно было на английском, и мы переводим его на французский. И мы просто берем и смотрим, вот когда порождалось такое-то там слово, типа «селя», у вас на что предложение изначально обращало внимание сетка? Вот какие были веса у attention, у этого? То есть, вот какие тут были веса? Ну, что? Нет, смотрите, ну, они были нулевые везде, кроме «виз», да? Видите? Вот у вас «селя», вот, вот здесь. Здесь просто начало предложений, да, они тут нулевые, действительно. Как бы, когда вы... Ну, это просто, как бы, начало. То есть, начни. Понятно? Вот, соответственно, когда генерилась селя, у вас вот здесь очень высокие значения вису. Когда там «ва», у вас «вилл чейндж» важно. И так далее, и так далее. Ну, и, как бы, есть всякие, понятно, отличия между языками, когда у вас слова должны идти в другом порядке. И вот на этой матрице attention это тоже видно, что когда у вас слова должны идти в другом порядке, у вас вместо диагонали, где у вас, собственно, там, типа, нужно сгенерить «ма», значит, типа, это «фэмили», и так далее. «Фэмили», значит, «фэмили», там, «ма» — это «май», и так далее. То есть, вместо диагональки такой, когда другим словам, по сути, не уделяется особого внимания, у вас места, где все сложно, у вас эта attention становится, ну, не диагональна. То есть, оно смотрит не только на диагональ, но куда-то еще. Например, «мен», если «мен», то, значит, очень важно смотреть на «хома». Ну, кроме того, чтобы точно назвать, в каком числе и так далее, нужно еще на остальное посмотреть. И так далее, и так далее. Вот. То есть, эта штука действительно хорошо работает, но у нее есть проблема, которую мы с вами только что обсудили, что вы ограничиваете размер входного предложения. Ну, на самом деле, это не такая большая проблема, просто потому что… Ну, потому что я уже сказал, что у других подходов была такая же проблема, просто она была в неявном виде. А здесь мы эту штуку выносим в явном виде, это у нас как гиперпараметр. То есть, нам не нужно пытаться угадать, а какое нужно хидерное состояние сделать, чтобы наша нейросетка генерила, скажем, предложение размера 100 хорошо и переводила их. Нам достаточно просто сразу зафиксировать длину этого предложения. Сказать, что больше 100 мы не можем. Ну, и с этой штукой были, на самом деле, интересные… Так, да, тут, к сожалению, интернет не очень, поэтому она грузится с подвохами. Значит, были интересные применения, то есть, даже того, как появились трансформеры, в принципе, люди научились делать всякие image-to-caption и… Ну, caption-to-injewing сложнее, но image-to-caption легко. То есть, они, например, научились просто аннотировать картинки. То есть, нейросетка действительно умела определять, что происходит на картинке, причем она с механизмом attention. Она это начала делать намного лучше, чем раньше. И кроме этого, когда просто смотрели на матрицу внимания, оказывалось, что, например, когда нейросетке нужно сгенерировать слово frisbee, она действительно на исходном изображении смотрит на ту часть, которая содержит frisbee. Когда нужно сгенерировать, а кто же там стоит, это dog, вот она смотрит на собаку. Когда какой там знак, она смотрит, собственно, на надпись на этом знаке. И так далее, так далее, так далее. Girl, она смотрит на девочку. People, она видит, что должно быть много людей. Ну, когда деревья, она на самом деле вот, она не смотрит на жирафа, что он ей не интересен, она смотрит на то, что вокруг него. Вот. То есть, это действительно работало. Вот. Но люди, на самом деле, то есть, да, они поняли, что это классно работает, что это действительно помогает. На самом деле, вот этот механизм внимания, то есть, перевзвешивания вот этих токенов, он куда, ну, то есть, он получил распространение, по сути, немножечко большее даже, чем трансформеры, о которой мы будем с вами говорить, просто потому, что трансформер сделать не всегда можно, они дорогие, вычислительные и прочее. А, в принципе, вот этот подход, что давайте мы все выходы нейросетки подадим другой нейросетке, перевзвесим и домножим на полученные веса, это подход, который используется и в других местах, не обязательно для этого использовать attention. У вас есть конвалиционные нейронные сети, которые тоже взвешивают свои каналы и так далее, и так далее. То есть, такой более общий подход, на самом деле, чем просто вот засовывать это в трансформер. Ну, тем не менее, люди пошли дальше, потому что RNN-ок, на самом деле, было много проблем, кроме механизма attention. RNN-ки очень долгие существа, потому что вам нужно, чтобы, то есть, у них, вам, чтобы засунуть туда предложение размера 100, нужно действительно 100 раз сделать пропускание через эту нейросетку, чтобы сгенерить тоже. У вас градиенты там тяжело пропускаются, то есть, на самом деле, просто обучение такой нейросетки это очень нетривиальная вещь. Ну, эту проблему на самом деле не решили, но понимали, что RNN-ки, они, мягко говоря, не идеальны в плане обучения, они ужасно медленные, там, условно говоря, ну, с конволюциями даже сравнивать стыдно, потому что, ну, у вас, условно говоря, нейросетка без конволюции, фу, с конволюциями без слоя RNN может учиться 4 часа, а вы добавляете один ровно слой вот этой неприятной нейронной сетки, она у вас будет учиться 30 часов. Это вполне возможная ситуация, то есть, ну, мягко говоря, вот этот один блок, он стоит очень дорого. Вот, пишешь, подумали, что вообще говоря, давайте подумаем вот обо всей этой истории с attention'ами на самом деле вот в таком ключе, что как вообще функционирует обычный питоновский словарик. У вас есть ключи в этом питоновском словаре, и у вас есть значения, которые этим ключам соответствуют. Когда вы в ключе в словаре что-то пытаетесь искать, собственно, это кьюри, вам просто в словаре кищется тот ключ, который равен, по сути, вашему кьюри, и выдается ответ. Вот, допустим, у нас есть milk, river, ocean, там лимон и прочее. Вот, и мы, соответственно, можем, да, сейчас оно запустится. Я думаю, тут понятно, что тут будет понимание, что milk, например, соответствует число 1. Да. Вот, поэтому ocean соответствует там число 3, а если мы, например, захотим узнать, а что же соответствует слову вода, мы ничего не узнаем. Потому что у нас нету слова вода в словарике. При этом, что важно понимать, что на самом деле у вас все эти слова в каком-то там том или ином формате содержат слово вода, ну, кроме песка. То есть понятно, что water, lemon содержит, lemon, ocean, там, river и milk. То есть мы понимаем, что воде, наверное, соответствует какое-то число там в районе условно 2,5. Ну, наверное. То есть мы, в принципе, могли бы сказать, что если у нас есть какое-то, ну, вот этот словарик задает какое-то соответствие, которое нормальное, адекватное, то есть у нас просто число, которое характеризует то или иное слово, то, скорее всего, вот это число, оно должно быть чем-то близко к оушену, к реке и прочему. Ну, ну, пока у нас нету способа это как-то узнать. Значит, ну, а допустим, что, в принципе, все-таки способ мы сейчас придумаем. Значит, у нас есть кроме словарика, который кодирует, собственно, какому слову соответствует какое значение, у нас будет еще словарик, который говорит, насколько вода похожа на остальные сущности. То есть она похожа там, скажем, на ривер на 5, на ушен вообще 10, на молоко 2, в лимоне тоже есть вода, в арбузе тоже есть вода, но в песке воды нет, поэтому на песок она совсем не похожа. Окей? Так можно сделать. Вот. Дальше мы можем эти веса привести к единице. Ну, как это сделать? Давайте из них сделаем numpy массив, ну, просто чтобы легче было. И возьмем, просто их разделим на максимальное. То есть просто просуммируем значение в словарике и разделим на максимальное. Тогда у нас, ну, не максимальное, а на сумму. И тогда у нас получится, что суммарно вот это вот эти веса, полученные, должны давать сумме единичку. Ну, давайте проверим это. Сейчас. А, да, вотерлайк надо определить, правда. Вот, ну, можно, да, можно проверить. Можно в принципе weights some написать. Вот, что это действительно единичка. А дальше что мы делаем, чтобы узнать, а чему равно значение для воды. Мы берем вот эти веса и берем значение, которое этим весам соответствует. То есть весу там 0,10 соответствует на самом деле river. А весу, что там у нас, 0,27 соответствует ocean. 0,54, да, соответствует milk и так далее. Пардон, нет, не прав. Не-не-не, не прав. Значит, у нас веса, да, у нас веса к словарю идут. Да, давайте. Значит, milk у нас будет соответствовать 0,10, river у нас будет соответствовать 0,27, ocean у нас будет соответствовать 0,54, ну, потому что это самая большая, ну, самая большая похожесть на воду. Там лимону будет соответствовать достаточно маленькое значение, там, water lemon тоже. И песку, собственно, будет соответствовать 0,0. Ну, потому что там изначально был 0,0. А дальше мы берем и вот эти значения умножаем. То есть мы 0,10 умножаем на 1, river умножаем на 0,27, 3 умножаем на 0,54 и так далее, и так далее. Вот. И сделать это можно простой функцией, просто np.dot, то есть скалярное произведение. Понятно? Вот это вот суммирование, то есть перемножение и суммирование можем заменить одной намперской функцией. И вот у нас получается ответ 2,62, что-то там. Ну, действительно, то есть это похоже на наше внутреннее ощущение, что должно было соответствовать что-то в районе 2,5. Вот. Получается, что если для какого-то ключа, которого даже нет в словаре, мы знаем похожесть этого ключа на другие ключи, которые есть в словаре, то мы можем для него всегда вывести ответ. То есть у нас получится словарь, который не выдает хьеру, когда ключа в словаре нет. А он выдает какое-то значение, которое посчитано по информации, которой словарь располагает. То есть если бы мы там хотели, не знаю, для кварца посчитать значение, то он бы был очень похож на песок и был бы максимально не похож на все остальное. Поэтому у нас, скорее всего, для кварца, по информации, которая располагает в словарях, значение было бы равно 6. Ну, единственное, здесь маленькое неудобство, что обычно делают все-таки не так, потому что нормировать на сумму не очень хорошая идея. Можно делать, ну, как бы нам хочется, чтобы у нас похожести были, в принципе, как бы от очень-очень непохожего до очень-очень похожего. И мы привязательно понимали, там, то есть если минус 1000, скажем, то это очень непохоже, не чтобы они ограничивались нулем. И действительно так можно сделать. И для этого используется функция softmax. Вы ее уже использовали. Сделать на всякий случай. Я могу здесь рисовать. Значит, она просто возьмет, возведет каждое значение, которое у нас есть. В каждое значение, которое у нас есть, она возведет экспоненту и разделит на сумму таких вот значений. Понятно? Вот. То есть у вас получится, что вы, в принципе, делите на что-то похожее. То есть тоже берете, типа, сумму, ну, делите на сумму, только здесь сумма идет не о самих значений, а экспонент, возведенных в эти значения. Вот. И у вас получается, на самом деле, ну, такой процедурой, несложно понять, что тоже получается что-то похожее на вероятность, то есть от нуля до единицы. Вот. То есть можно вот так делать. И в нейронных сетях вот решили делать именно так. То есть не на сумму делить, а вот на такое вот небольшое изменение. Значит, почему так решили делать? На самом деле объяснить можно. Писать себе, что у вас нет механизма, которым вы можете находить точные соответствия. Ну, просто вот так вот сложилась жизнь. То есть мы, к сожалению, если хотим искать неточные соответствия, и при этом это делать дифференцируем, то нам, к сожалению, придется пожертвовать точными. То есть у нас вот это, то есть у нас в словаре может быть вполне слово water, оно вполне может быть, но мы все равно будем искать его таким же образом, как искали бы другие слова. То есть у нас есть там water, send, milk и так далее. Вот. И представим себе, что бы мы делали, если бы нам не важно было там дифференцируемое решение или нет. Ну, мы просто в этом случае взяли бы просто water, да? Окей? Ну, типа как у него там было бы, скажем, похожесть на, собственно, воду, был бы миллион. А у всего остального там было ноль, там два и так далее. Вот. То есть мы бы просто взяли максимум и не парились. К сожалению, мы так сделать в нормальном формате не можем. И как бы что значит, что мы взяли бы максимум? Мы на самом деле бы, у нас же каждая этой штуки соответствует значение, которое мы хотим выдать. Например, для воды мы хотим выдать там 2,5. Для песка хотим выдать 10. Для воды 2. Мы бы на самом деле вот по вот этому массиву сделали бы арт-макс. То есть мы бы взяли тот элемент в массиве, индекс его именно, который наиболее похож на воду. Ну, то есть вот же, собственно, сама вода. Вот это наш индекс. А дальше мы бы в этом уже словарике, мы знали, что индекс равен ноль, не словарике, мы в этом массиве взяли бы значение с индексом ноль. Понятно? То есть вы здесь делаете арт-макс и находите вот этот индекс. А здесь вы, соответственно, просто берете от values ваших индекс. Вот. Соответственно, так нельзя сделать, чтобы у вас получилось дифференцируемо. У вас арт-макс, функция ужасно скотская, она абсолютно никак, никаких, соответственно, не дифференцируема. Ее нельзя дифференцировать. Понятно? Но мы хотим получить что-то, что было бы дифференцируемо. Вот. На самом деле оказывается, что вот если просто к этим значениям применить экспоненту, вот это преобразование softmax, то есть возвести все в экспоненту, потом разделить на сумму, то у вас здесь получится почти, там получится ноль, девять, 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 девять и так далее, а здесь получится везде очень близкие вещи к нулям. Ну, возможно, в мелке она будет, там, где-то будет единичка. Вот. Вы это возьмете. А дальше возьмете вот эти похожести и умножите их, там, тут два и пять, тут десять, тут два. То есть берете вот эти штуки, перемножаете соответствующие, а между складываете. Вот. И у вас получится, по сути, ну, почти два и пять. Согласны? Понятно или нет? Вот. Получается, что если к вам пришел токен, который есть в словаре, то есть в словаре, вы выдадите значение, которое действительно очень близко к процедуре, которую мы вот здесь описали. Оно будет немножечко отличаться, но, в принципе, вы, на самом деле, точность этого отличия можете регулировать просто тем, какую вы похожесть даете. Можно дать похожесть миллиарда, тогда здесь будет уже вообще ровная единичка, а здесь ровные нули. У вас получится просто 2,5. То, что вы на компьютере не сможете отличить. Вот. Поэтому, собственно, softmax это, на самом деле, не совсем softmax. Его, на самом деле, правильнее называть softrmax. Почему? Потому что функция rmax, если мы просто скажем, что у нас, давайте пусть функция rmax, она у нас выдает на одной из вот этих позиций, там 0, 1, 2. Она у нас меняется на промежутке от нуля до одного, и она для позиций, которая нам нужна, выдает единичку, а для остальных позиций выдает ноли. Ну, вот она выдала единичку, а здесь у нас везде нули. Окей? Вот. У вас функция softmax, она, по сути, выдаст что-то очень похожее. Она выдаст здесь очень близкое к единице, а здесь очень близкое к нулю. То же самое будет, если у вас, например, два объекта одинаково похожи. То есть у них одинаковые вот здесь значения будут, скажем, тысячи и тысячи. Мы почему-то считаем, что вода похожа на себя и на молоко одинаковая. Тогда у вас будет тысячи, и тогда rmax, по идее, он вообще не определен. Но гипотетически мы должны выдать оба индекса. То есть 0,5 и 0,5. И у нас, по сути, softmax тоже тут отработает, ну, так, как бы мы хотели, чтобы работал... Softmax отработает так же, как мы хотели бы, чтобы работал rmax, когда у нас несколько максимумов. Вот. Эта штука действительно дифференцируемая, поэтому ее используют. И как бы важно понимать, что несмотря на то, что ее называют softmax, она, по сути, является softrmax. Нам это дальше поможет. Так. Хорошо. Ну, возникает, конечно же, вопрос. Так. Да, вопрос, почему оно грузится так криво. Бля. Сейчас оно загрузится. Что ж такое? А тут что? Да. Тут тоже грузится. Грузись. Грузись, сволочь. Значит, что мы можем сделать? Да, вот оно. Можно формализовать вот этот самый attention, который мы делали, через то, что мы сейчас с вами обсудили, через kq-value. Значит, как это делается? Значит, пусть у нас есть кейсы. Что это будет в случае с, допустим, вот тем нейронкой, которая у нас принимала скрытые состояния для каждого слова? Ну, это, по сути, и будут. То есть, у нас сейчас вот это будет h0, h1 и h2. Ну, и на самом деле, для большей части нейронок у вас в Эльюсе тоже можно точно так же. То есть, это будет тоже h0, h1 и h2. Вот так вот, такой вот прикол, что кейсы равны в Эльюсе. Ну, либо можно немножко кейсы преобразовать. Опять же, это неважно. Вот у нас приходит кьюри. Мы, когда нейронка нам выдавала веса, за счет чего она нам выдавала разные веса для разных позиций в переводимом предложении. Мы, если вспомните, передавали еще вот текущий контекст именно переведенного предложения, текущий аутпут переводящей нейронки h. Вот, соответственно, кьюри будет выполнять вот это вот h, как мы называем, со звездочкой. То есть, это штука, которая говорит, что я уже там перевела слова i love, мне нужно следующее, мне нужно там перевести там а что именно я love. Вот, соответственно, то есть, например, кьюри может быть вопрос а что. что именно. То есть, кто сделал понятно, что сделал понятно, а там, что именно, с чем он именно, например, непонятно. В данном случае там я люблю что. Вопрос такой. Можно добавить. Я люблю что. Вопрос. Вот, и у вас между кьюри вот этим и ключами считается похожесть. И дальше, на самом деле, у вас вот эта похожесть используется, чтобы эти же ключи правильно сложить и получить какой-то ответ, который действительно будет там какой-нибудь h в данном случае 2 с какой-то ну, не знаю, не h2, как его обозначить, t2, пусть будет t2. То есть, какой-то ответ, который по большей части будет состоять из h2, то есть, там, из машинная, например, а или там обучение, например, обучение. 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 По большей части оно состоит из обучения, но кроме этого в эту штуку еще добавили там информацию о том, что до этого там на самом деле шло машинное, что шло я там люблю и так далее. То есть, от этих тоже что-то пришло. Вот. Получается вот такая вот история. в принципе, мы можем attention, правда, там у нас получатся немножко кривоватые моменты с тем, что keys и values это одно и то же, мы можем переписать. Вот. Просто говорим, что у нас вот эта нейросетка, которая, собственно, выдает похожести, она, это на самом деле вот этот наш механизм внутренней словарика. И мы точно так же можем в принципе почти любую задачу представить в виде вот этого языка key-cualure. Почему? потому что, например, у меня там вопрос, я задаю вопрос, у меня key-cualure, running. То есть, мне интересно, кто на этой картинке бежит. То есть, мне нужна, например, у меня задача выделять движущиеся объекты на картинке. Движущиеся, например, быстрее какой-то скорости. И у меня вот они как бы обозначаются, что они бегут. У меня киры и running. И вот на всей этой картинке на самом деле бежит только вот эта девушка, да. Соответственно, нейросетка, когда все это обработает, она информацию о вот этой части изображения запишет, ну, на каком-то своем очевидном языке, ну, как running girl. И при этом она будет помнить, что вот эта информация пришла, собственно, вот отсюда, по этому value, которая будет всему этому соответствовать, это, собственно, вот этот участок картинки. И дальше я говорю, типа, не розетка, а где бегущие люди? Она получает, ну, не бегущие люди, просто бегущие объекты. Она получает вот этот running. она среди всех ключей, которые она выделила на этой картинке, там есть lines, tickets, poster, лампы и прочее, прочее, ну, фонарь, в данном случае. Она сравнивает их все и говорит, что на самом деле все они там похожи там на ноль, запятая, так далее, так далее, так далее, а вот running.girl оно похоже там, ну, скажем, 0,9. Ну, соответственно, я потом это перенормирую, у меня получается, что у меня ни один из ключей не похож, кроме вот этого 0,9. Поэтому, когда я это перенормирую, чтобы у меня в сумме они давали единичку, у меня получится, что running.girl получит там максимальный вес. Естественно, если я потом просто приложу вот эту полученную маску, куда смотреть, на изображение, у меня, собственно, вот это гел и выделится. Вот. То есть, вот этот язык, он очень мощный, он позволяет вам, например, записать задачу сегментации, задачу детекции объектов и так далее. То есть, вот этот KQ-Wary действительно какой-то интересный подход к решению задачи. Осталось его применить, собственно, ну, чтобы он работал именно в нейросетях. Потому что пока у нас есть вот этот механизм attention, он работает, но хочется чего-то большего. Вот. давайте посмотрим, да, чуть-чуть посмотрим, потом закончим с постановкой и трансформеры дальше. Разберем с первым. Значит, зачем нам еще может это понадобиться? Зачем нам вообще нужны вот эти океи, которые будут выразительными? Вот смотрите, у нас есть некое предложение, и у нас в этом предложении есть одна очень отстойная черта. она заключается в том, что мы как люди понимаем, что Riverbank и Bank of America это разные вещи, так? Мы это понимаем. А вот нейросетка, если вы будете просто кормить эти токены по одному и попробуете просто каждому токену на первом шаге сопоставить какие-то значения, там, key, key, без разницы, скажете, просто какие-то значения, она скажет, что вот у Бенка и у этого у них будут одинаковые, скажем, там, 5. И Бенку соответствует значение 5 и этому. Почему так? Ну, потому что у нас, когда мы просто вначале переводим это в слова, мы подаем их по одному, там, мы даже не используем нейронную сеть, мы просто их кодируем. Нам, чтобы нейронной сети что-то передать, нужно это закодировать в виде чисел, потому что нейронная сеть умеет работать только с числами. Вот мы просто взяли вначале там понизили везде регистр, и у нас вот этот Бенк и вот этот Бенк перестали вообще друг от друга отличаться. И поэтому в итоге у нас они будут оба кодироваться токеном 5. И дальше что мы делаем? Мы говорим, что давайте у нас кьюри к Бенку вот этому будет ну, собственно, его вот это представление, то есть само 5. Ну, точнее, это будет уже какое-то такое, оно на самом деле будет видоизмененное представление, потому что мы вот это 5 все-таки пропустили через один уровень нейронной сетки, которая выдала некий вектор. Вот у нас Бенку соответствует какой-то вектор, я его там розовеньким нарисую. Значит, Риверу соответствует некое представление красненькое, а, например, вот этому Бенку в Америке, оно там совсем зеленое и здесь зелененькое. За счет чего? Ну, за счет того, что, кроме того, что на самом деле я просто их перевел в чиселки, я еще добавил некую позиционную информацию. Это важно, мы просто потом это увидим. Здесь на самом деле есть какая-то позиционная позиционная спецификация, которая просто нам говорит, что у нас первое слово шло до второго, что вот это слово находится от первого на расстоянии 3 и так далее, и так далее. Значит, дальше мы делаем запрос. А расскажи про этот Бенк подробнее. И у нас запускается эта процедура. И что она говорит? Она говорит, на самом деле, что вот этот Бенк, он сам по себе, конечно, о себе говорит очень много информации. Это действительно важно, поэтому у него, скажем, вес будет 0,7. Но кроме этого, она еще видит, что вот эта Ривер стояла рядом с Бенком, поэтому это тоже важная информация. И она этой штуке говорит, что, слушай, на самом деле у этой штуки будет вес 0,3. Там у Ю, ну, возможно, ничего не будет, какого веса, может быть, там будет 0,1. То есть, типа, банк, что, что, там, кто должен, что сделать, в общем. Там, полу, там будет тоже какое-то, там, у меня что-то много, большие веса уже получились, нормированные причем. Здесь будет 0,2, здесь будет там 0,05, ну, и типа, что вы должны именно фоллу, его будет еще 0,05. Вот. У меня получились вот эти веса, которые в сумме дают единичку, а на всех остальных будет нолик. И у меня на следующей итерации вот этот Бенк, он уже будет не просто Бенком, он будет действительно во многом обычным словом Бенк, но я его представлению, вот этому, которое было розовенькое, что там вот было такое, я к нему домешаю представление самой реки, допустим, оно было там синенькое, и представление там Ю и прочего, ну, то есть все остальное там зелененькое. Вот. А у этого Бенка, когда я сделаю Кьюри к нему, расскажи подробнее об этом Бенке, у меня получится, что у меня веса распределятся немножко иначе, у меня здесь будет, соответственно, там, что Бенк, это Бенк, это поэтому 0,7, то, что там нужно его найти, это будет 0,2, и то, что это Оф Америка, будет 0,1. И на основании этого у меня нейросетка поймет, что это именно Бенк Оф Америка, и у меня получится представление некое, которое будет какую-то часть состоять из банка, на какую-то часть состоять там из Америка, и на какую-то часть, что мне его нужно найти. То есть это что-то, что можно найти. Понятно? У меня получилось, что вот у меня у этого бэнка и у этого бэнка на втором уже шаге работы нейросетки просто за счет того, что я сделал вот это позиционное кодирование, то есть то, что у меня каждая позиция, каждое слово содержит немножко информацию о том, с какими словами оно рядом в самом приложении было. У меня уже на втором этапе вот этот бэнк стал от этого отличаться. Это классно, они должны отличаться. Соответственно, если это делать дальше и дальше, то у меня на самом деле на следующих итерациях, у меня, например, из представления этого бэнка, возможно, полностью пропадет вообще вот эта часть предложения. То есть она не нужна, чтобы представлять вот этот бэнк. То есть вот этот бэнк будет представлен, скажем, просто вот так вот. Полу за ривер бэнк. То есть это ривер бэнк, вдоль которого нужно идти. Понятно? Вот. То есть у меня несколько раз такую процедуру совершив, я могу посерьезно выправить историю с тем, какие у меня представления слов. Так. Идем дальше. Ну, соответственно, да, тут то же самое, что, значит, да, как это в реальности представляется обычно. Вот у вас есть кьюри некий, то есть это набор слов. Не кьюри, кейс. И у вас есть кьюри. Это может быть либо одно слово, либо вы на самом деле можете для каждого слова уточнить, из чего оно состоит. Так. И вот вы можете взять, что там Эдмирал Копкинс, там, Анмайет, ла-ла-ла-ла-ла, вам нужно просто взять вот эти слова, перемножить, на самом деле, ну, самими же собой, просто векторно. У вас получится такая матрица, что у вас на диагонали стоят очень похожие друг на друга слова, ну, потому что это одно и то же. А кроме этого, у вас вдоль диагонали бывают какие-то важные вещи. То есть у вас, ну, гипотетически, наверное, нейросетка на каком-то шаге должна понять, что Энтони Хопкинс – это одна сущность. Поэтому если мы смотрим на Эдмирал Копкинса, мы должны смотреть и на Хопкинса. Если мы смотрим там на Майкл Бэра, вот он здесь, то мы должны смотреть и на Майкл, значит, мы должны смотреть и на Бэра. Вот. Такая история. Ну, и кроме этого, вы вот к этой штуке, ну, собственно, как я уже говорил, применяете SoftMax. Вы его как применяете? Ну, чтобы у вас в каждой строке, опять же, сумма была равна единице. Потому что мы, опять же, хотим, чтобы у нас вот похожесть каждого кьюрия на остальные, на ключи, которые есть в словаре, суммарно была равна единичке. Получили для одного кьюрия, для второго, для третьего и так далее. А дальше мы можем это просто сложить и получить новые представления. Для каждого кьюрия. Ну, а если бы это было то же самое, что кейсы наши, мы каждый кейс обновили. Вот. Ну, и здесь есть нормировочный некий коэффициент. Вот это корень из ДК. Это просто коэффициент, чтобы у вас нейросетка лучше училась. То есть у вас иначе это для больших, для достаточно больших размеров кьюрии и киев. Это у вас может приводить, если не сделать этот нормировочный коэффициент, потому что нейросетка просто не будет учиться. Есть такая особенность у всей этой истории, что очень важно отнормировать произведение ключей на кьюрии, иначе у вас просто случайные вектора, можно будет посмотреть, там есть. У меня есть этот раздел, мы не будем его подробно разбирать. Просто без этого нормировочной штуки у вас даже случайные просто вектора, некоторые будут очень сильно похожи друг на друга, намного сильнее, чем остальные. Хотя, по сути, это все случайные вектора, они должны одинаково быть похожи друг на друга. Понятно? Просто в таком пространстве большой размерности у вас начинается куча веселья. Мы с вами говорили про проклятие размерности. Вот здесь похожая история. Вот. Всю эту историю, на самом деле, вам помогает сделать attention layer, и мы сейчас его разберем после пьерыва небольшого. Давайте сделаем 5-минутный пьерыв, все отдохнут. Вот. А мы после этого продолжим. Прим-дап. Окей. Значит, был задан вопрос. Следующий. Ну, в Телеграме оно есть. То есть, типа, там просто сколько раз написано? Восемь раз написано Buffalo просто с разных букв. То есть, вот такое слово Buffalo. Buffalo. Ну, и да, и так четыре раза. И оно понимает, что это... Сейчас. Вот. Что это буфольские бизоны, которых смущают буфольские бизоны. Ну, смущают... Которые смущают буфольских бизонов. У нас ведь пропустило одно, которое, видимо... А, нет. Сейчас, как там... А, буфольские бизоны, которых смущают буфольские бизоны, смущают буфольских бизонов. Так? Господи. Окей. Ну, мы сейчас... Это очень хорошее предложение. Действительно, непонятно, как его... Как вообще... Откуда attention штука... Это Google-переводчик у вас, да? Да. Откуда он это узнает? Сейчас мы поговорим еще раз. Вот как раз это... А, когда я attention layer покажу. Значит, вот смотрите. У нас... Как вообще будет выглядеть просто attention layer? На самом деле он будет выглядеть максимально глуповато. Вот следующим образом. Значит, мы... У нас есть некие иксы. Это вот то, что у нас... Ну, например, то, что пришло на вход блоку. Поэтому attention layer, то есть это блок некий сетки. Вот. Ему на вход пришли какие-то значения. Значит, что мы с ними сделаем? Мы из этих значений получим и ключи, и значения, собственно. Понятно? То есть у нашего вот этого вот словаря. Значит, как мы их получим? Обычно просто используется некая матрица. Вот здесь вот это подписано, что мы берем x умножаем в некоторую матрицу vcat и x умножаем на некую матрицу vvt. Значит, зачем это мы делаем? Ну, собственно, чтобы у нас не получилось, что мы... Ну, во-первых, чтобы у нас ключи как-то были все-таки видоизменены по сравнению со значениями. Во-вторых, мы можем у ключей за счет этого там понижать размерность. И у нас просто сложность наших операций, ну, станет меньше. Значит, плюс мы можем на самом деле... У нас до этого была некая проблема с тем, что у нас значения, которые мы подали на вход, должны были быть, ну, одной формы, по сути, с тем, что мы получаем на выход в том, как я это описывал. Вот здесь это необязательно делать. Вы можете из этого x сказать, что пусть у нас значения будут там... Каждый имбейдинг будет в 10 раз меньше. И это будет работать. То есть, потому что у вас просто на матрицу надо домножить. У вас, например, размерность x, вторая – это 1000, 100. А размерность, которую вы хотите получить – это 10. Вы просто домножаете на матрицу, там, 100 на 10. Все, у вас получилось. Размерность уменьшить 10 раз. Так же для ключей можно сделать. Значит, дальше мы берем между кьюри и киеме, считаем некое сопоставление. Ну, то есть, как бы еще одна причина, по которой мы хотим из вот этих значений получить что-то другое, можно обосновать так, что, возможно, значение, которое мы получили на вход от attention layer, находится в другом пространстве, не в том, в котором вот эти наши кьюри. И мы хотим, чтобы у нас кьюри и вот эти ки лежали в одном пространстве. Поэтому мы делаем еще дополнительное преобразование. Дальше мы считаем похожести для каждого кьюри и считаем софтмакс. Причем, заметьте, здесь вот даже софтмакс, специально вот эта вот стрелочка такая, по ней надо смотреть. То есть, у вас софтмакс делается вдоль, по сути, в данном случае, столбцов. Понятно? Тут перевернут получается. Почему? Потому что, опять же, мы хотим, вот у нас есть похожесть кьюри первого на ки первой, на ки второй, на ки третий. Это ненормализованные еще похожести. Они не в диапазоне, они не находятся в неком диапазоне, и они при этом не суммируются в единичку. Мы хотим, чтобы они суммировались и находились в нужном нам диапазоне от нуля до единицы. Вот мы их берем и преобразуем при помощи софтмакса, который идет, получается, в данном случае по колонкам. А дальше мы берем и с этими, собственно, полученными значениями, берем и умножаем на шв. То есть, чтобы получить у1, то есть ответ, мы берем, умножаем а11 на v1, а12 на v2 и а13 на v3. И получили ответ. Чтобы получить ответ на второй запрос, мы точно так же перемножаем вот этот столбец на вот это. И так далее. Так, понятно? Тут сложновато, конечно. Тут важно просто понимать, что если бы вы... Сейчас, давайте, да, тут можно же на 3 делать. Смотрите. Вот представьте себе на секунду, что у вас есть только один кьюри. Тогда у вас будет работать только вот эта часть. Так? Согласны? Вот у вас ключи словаря. Ну, сначала, вот ключи словаря. Вот у вас значение, которое им соответствует. Вы взяли, сначала посчитали похожесть каждого ключа на ваш запрос, получили вот такой столбец. Потом это все отнормировали. А дальше вам просто нужно посчитать между вот этим и вот этим скалярное произведение. Понятно? Вот. И просто, ну, то есть, скалярное произведение, оно... То есть, перемножить и просуммировать. И вот у вас получился один ответ. Понятно? Вот. То есть, получается, что вы, опять же, вы получите размерность такую же, как у ваших values. Потому что вы просто values сложите каждый с другим просто с какими-то весами. Соответственно, если у вас много запросов, то у вас просто, получается, добавляется одна размерность. Тут ничего больше не происходит. Значит, да, ну, тут есть вот это пояснение про Softmax. Теперь давайте вот посмотрим, да, вот не на вот примере, который у меня здесь тот же самый, Riverbank, а посмотрим на изначальном примере. Значит, на вот этом примере с бафалосами. Сейчас, пардон. Google не справился? Ну, окей, ну, значит, Яндекс молодец. Значит, смотрите. Как у нас с этой штукой, по идее, ну, единственное, конечно, нам бы еще self-potential. Давайте self-potential еще посмотрим, да, и потом уже точно будем понимать, как. Значит, ну, хотя начнем с этого. Значит, у нас вот всем этим словам, на самом деле, при их преобразовании сопоставится одно и то же. Согласны первоначально? Ну, просто тут будут везде токены. Там 7, 7. Ну, на самом деле, они будут не 7, 7. Давайте я не буду... Иначе тогда непонятно, как это будет, как это сделать. Значит, у меня у каждого токена будет одно и то же представление. Вот такое розовенье. Это какой-то вектор, но он одинаковый для всех бавхалов. Вот. Но кроме этого, на самом деле, в этот вектор, я это покажу, как будто я конкретинирую, но обычно это просто прибавляю вот этому представлению, добавляю некую позиционную информацию. Вот здесь это то, что это слово стоит на первом месте. А дальше, что вот это слово стоит уже на втором месте. Еще одно, что там еще есть похоже на зеленый. На третьем месте. Ну, и, соответственно, и так далее. Понятно? Поэтому вначале у вас все вот эти представления, на самом деле, чуть друг от друга отличаются. Но отличаются только насчет того, что у вас в них есть информация, что вот этот баффало стоял на первом месте в предложении, а этот на втором. Окей? То есть это как бы, да, это база для того, чтобы, а дальше оно заработало. Теперь нам осталось единственное понять, что вот мы с вами до этого говорили, что хорошо бы вот эти вот штуки, для которых мы на самом деле, это у нас иксы. Вот это иксы наши. То есть вот это икс один будет, это икс два, это икс три. Значит, мы знаем, что вот эти штуки можно, каждый икс, мы уже знаем, что его можно переделать в ключ, и его же можно переделать в значение. Но мы с вами говорили, что хорошо бы в сетку подать запрос на сами эти слова. То есть мы хотим, чтобы оно нам подробнее рассказало про вот это баффало. Про вот это именно баффало. Значит, нам на самом деле нужно из икса еще уметь получать кьюри. Окей? Понятно пока? Не ломает голову. То есть мы из икса получаем сейчас три будем получать элемента. Ну давайте это сделаем. Вот у нас так это все будет выглядеть. То есть у нас теперь, обратите внимание, что мы поменяли во всей этой истории, у нас теперь из икса мы получаем кьюри, тоже домножением на самом деле просто на матрицу нужной размерности. Мы получаем ключи домножением на матрицу нужной размерности. Но очевидно, что у ключей и у кьюри должна быть одинаковая размерность. Согласны? Но нам считать нужно похожесть двух векторов друг на друга. Согласны? Когда мы считаем похожесть двух векторов, хорошо бы, чтобы они были одного размера. Поэтому здесь у матрицы размерности у обеих вот это будет dq. И у кьюри, и у кьюри. И кроме этого мы из икса еще получаем валюсы, еще одним преобразованием. А дальше все точно так же работает. Опять же, здесь легче всего смотреть на какой-нибудь один столбец. Вот нам пришло первое кьюри. Вот нам пришел первый кьюри. Вот он пришел первый. У нас есть слова x с тремя ключами и с тремя значениями. Мы берем, считаем для этого кьюри, насколько он похож на каждый из ключей. Нормализуем это. И дальше просто перемножаем полученные значения. И получаем итоговый ответ. Понятно? Или нет? Хорошо. Значит, если это понятно, то теперь давайте подумаем, как это будет нам помогать работать вот с этими бафалами. Значит, на первом этапе мы с вами сказали, что у них на самом деле эти бафалы, они не такие простые. Ну, давайте, да. Давайте у этого, там, у этого, у них у всех есть общая вот эта красная часть. У всех. Давайте я еще вот это бафало возьму. Вот этих. Вот так вот. Просто много не рисовать. Ну, мы знаем, что у них на самом деле немножко отличаются эмбейдинги, которые отличают как раз-то за расстояние. То есть, вот этого эмбейдинги вот так идут. У этого, то есть, добавлено, что оно второе слово в предложении. У этого добавлен эмбейдинг, что это третье слово в предложении. У этого дополнительно просто тем же цветом позначено, что это там пятое слово в предложении. А у этого, что оно шестое слово в предложении. А у этого, что оно седьмое. Понятно? Вот. При этом эти эмбейдинги, они специально так подобраны, чтобы у вас на самом деле, ну, часть эмбейдинга совпадала у близких слов. То есть, там на самом деле нейросетка умеет запрашивать информацию о разных словах. Вот. О словах на разных расстояниях, но там действительно можно, например, если ее интересует ближайшее окружение только, слово, она может только это окружение оставить. А всем остальным присвоит нолики. И что наша сетка делает? Она на самом деле берет и... Для вот этих всех слов... Допустим, мы хотим определить, как у нас будет эмбейдиться вот эта штука. Вот эта. То есть, как будет новый эмбейдинг ее выглядеть. Значит, что мы с ней делаем? Это наш, на самом деле, x. Да? Согласны? Значит, мы ее подаем, мы подаем этот x и как key, и как кьюри, и как value. Так? Ну, это был, на самом деле, x1, x1. Мы все их подаем сейчас, а мы их все одновременно подаем. Значит, вот это у нас будет key2, кьюри2, v2, ну и так далее. Значит, когда у нас посчитаются похожести вот между полученными двумя... Значит, сейчас давайте... Ох, я просто думаю, как это показать. Сейчас. Ну, окей. Да, значит, мы помним просто, что эти... Давайте я теперь сотру, мы помним, что эти эмбейдинги немножечко отличаются. Сейчас я их просто покрашу в разные цвета. Вообще полностью. А, пардон. Значит, вот это у меня будет один. Какой-нибудь яркий, ну, видный. Будет второй. Это будет третий. Ну, и какой-нибудь розовый вот этот. Больше не розовый, а голубой вот этот. Так, значит, что мы делаем? Мы берем, подаем... Ну, допустим, только вот эти четыре слова мы подавали. Остальные нас, допустим, не интересуют. Значит, у нас получилось... А для вот... Мы хотим все узнать для первого слова. Поэтому для него будет что важно? Key. Ну, на самом деле, для него все будут важны. Key, кьюри и вэйли. Это key, кьюри и вэйли, полученные конкретно из вот этого слова. Из вот этого эмбейдинга. Понятно? Из этого красненького. И key мы можем получить. Хорошо. То же самое мы можем сделать для зеленого. Для зеленого точно так же будет key, кьюри и вэйли. Точно так же мы можем на самом деле... Сейчас. А, для синего получить... Key, кьюри и вэйли. Ну, и точно так же мы для голубого получим. Key, кьюри и вэйли. Так. Хорошо. Значит, дальше что мы делаем? Значит, мы берем и считаем похожесть вот этого ключа k на вот этого запроса k. Мы же хотим... Сейчас. Да, вот этого. Да, вот этого запроса на остальные ключи. Значит, ну, на все. Дайте еще один цвет. Цветов не хватает. Значит. Нам вот этот кьюри нужно. Согласны? Мы хотим уточнить информацию по поводу первого слова. Красненького. Так? Согласны или нет? Значит, мы считаем... Соответственно, мы будем брать от него кьюри, а ключи будем брать от всех остальных, включая его. Вот эти вот ключи будем брать все. У нас каждый раз само слово участвует в определении, скажем так, того, что же ты все-таки значишь. А дальше у нас возникает такая история, что нейросетка понимает внутри себя, что вот это q, оно идет первым в предложении. Так? Поэтому это, скорее всего, там... Давайте сейчас посмотрим, что там. От Яндекса как эту штуку перевести для меня. Буфольский. Значит, это... Да, там большую букву первая. Буфольский. Значит, что это буфольские. Вот она понимает, что на первом месте приложения обычно стоит либо само подлежащее, либо что-то, что к нему относится. Поэтому, чтобы понять, что же это такое, на что ей нужно обратить внимание. Ей нужно обратить внимание на то, что рядом стоит. Похоже ли это... Может ли это исполнять роль подлежащего. Поэтому, скажем, у зелененького, который рядом стоит, у него станет вес, там, будет 0,3. Кроме этого, оно, очевидно, должно обратить на само себя внимание. То есть, баффало может, вообще говоря, быть прилагательным. То есть, или это всегда существительное, скажем. Или это может быть глагол, или еще что-нибудь. То есть, 0,5. И плюс оно должно посмотреть, что там еще дальше. Ну, просто чтобы там прикинуть, что там третьим словом идет. То есть, ну, допустим, там тоже какое-то что-то может важное идти. Например, 0,2. Это вот на синенькое. А до голубого ему сейчас пофиг, потому что ему нужно определить хотя бы приблизительную часть речи, к которой он относится. То, что там далеко-далеко идет, там какой-нибудь баффало, которое там последним идет, ему неважно. Поэтому этой штуке оно назначит вес нолик. Понятно? Вот. И, соответственно, посмотрев на все вот эти вещи с такими весами и сложив их, и не будем забывать, что это на самом деле преобразованные изначальные вектора. У него получится некое новое представление для k. Какое-нибудь бордовым сделаем. Не для k, а для x. То есть, у нас будет новый x, который заменит вот этот. На следующую итерацию. Окей? Понятно? И вот это вот представление, оно будет более явно. То есть, оно кроме того, что это слово, оно будет содержать информацию о том, что это вообще, говоря, прилагательное. То есть, прилагательное буффало там и так далее. Понятно? Значит, возможно, это прилагательное. Значит, дальше у нас есть вот это вот первое слово «смущает». Смущает, причем вот это вот. Вот это. Вот это слово, да? Вот для него, на самом деле, будет сложно за раз определить, что оно значит. Почему? Потому что, ну, потому что ему нужно посмотреть и на окружение вокруг себя, и далеко. Согласны? Понятно? Тут еще и без запятых, к тому же. В общем, скорее всего, за первую итерацию оно не сможет это определить. То есть, у вас действительно для каждого вектора получится более полное представление. Но, например, для вот этого буффала будет просто набор каких-то вариантов. То есть, это будет некое представление промежуточное. Ну, вот у вас там клетка дифференцируется, победительно так же. То есть, здесь будет там, что это может быть, что дальше этот токен может стать прилагательным, что это может там быть глагол, что это может быть там еще что-то, еще что-то, еще что-то. И будет не совсем еще понятно, к чему это относится. Но вы точно так же на втором шаге, опять вот это вот представление X, которое уже, на самом деле, модифицированное после первого шага, вы его опять подаете следующему attention слою. И так далее, и так далее. Оно на каком-то этапе просто угадывает уже, понимает, что к чему. Понятно? В итоге у вас, когда вы там пропустили, скажем, через 8 attention слоев, у вас каждая из вот этих штучек уже содержит информацию, оно точно определило, что вот это буффало – это прилагательное, это существительное и так далее, и так далее. Понятно? Сейчас они смущают или они… А, ну это буффальские бизоны, которых смущают буффальские бизоны и так далее. Ну окей, хорошо. Так. Давайте, значит, так, это мы разобрались. То есть self-attention, на самом деле, это основная вещь, которую используют. Как бы ни странно казалось, мы очень долго шли, что key, query, value – это должны быть разные какие-то сущности, что мы там… Ну то есть у нас примеры, которые мы до этого делали, на самом деле у нас получается, просто мы делаем некая максимизация, ну максимизация, то есть итеративно, на самом деле, мы итеративно улучшаем представление вот этого вот наше x1, x2, x3. Каждый attention layer, у него задача, по сути, я подаю тебе на вход мои изначальные представления, которые там друг к другу как-то относятся. Сделаю, пожалуйста, эти представления более богатыми. У меня там было не только, что это банк, но что это банк Америки, что это не просто банк Америки, а тот, который там кому-то надо найти. Понятно? Вот. Значит, оказывается, на самом деле… Ну да, вот, собственно, есть еще positional encoding, это вот то, какое именно позиционное кодирование добавляется. То есть как мы понимаем, что у нас там слова могут стоять на расстоянии один друг от друга, два, три и так далее. На самом деле просто используется некий вектор вот этих позиц для позиционного кодирования, который просто шифрует в себе там разные синусы и косинусы. И у вас получается, что у вас, так как у этих функций разная амплитуда, то у вас получается, что там где-то максимумы будут… То есть вот у этого слова, например, вы можете узнать, какое будет через три от него. Просто потому, что здесь большое значение у синуса было или у косинуса, и здесь большое. Понятно? Не вижу какой-то период. Ну, скорее всего, да, тут косинус и тут косинус большой, и тут косинус и тут, и так далее. Понятно? То есть здесь… А здесь они, например, друг от друга очень сильно отличаются. Это там, типа, значит, тут на расстоянии 2, тут на расстоянии 4, например, тут на расстоянии 6, на расстоянии 8 и так далее. Понятно? Вот, то есть вы можете, и за счет этого, в принципе, просто беря нужный вектор из вот этого представления, неонная сетка отвечает себе на вопрос, а как бы мне взять все слова, которые на стороне от этого, там, скажем, на 2, 4, 6, 8 и так далее, и так далее. Вот она таким образом умеет просто выбирать те слова, которые ей конкретно на данном этапе интересны. Вот, это можно воспринимать, в принципе, как магию, потому что эту штуку можно учить не обязательно, то есть там не обязательно делать кодирование при помощи синусов и косинусов, авторы еще пытались его как-то учить по-умному, но после не получалось сильно лучше. Ну, естественно, единственная проблема всей этой истории заключается в том, что на самом деле, все, конечно, классно тем, что мы можем предложить, ну, в одном токене, на самом деле, ну, по сути, хранить там информацию о том, является ли это прилагательным, является ли это наречием и так далее, и так далее. Нет, понятно, да? Но на самом деле можно делать еще проще. Можно сказать, что пусть у меня, да, давайте вернемся сюда. Пусть у меня каждое вот это полученное представление, оно просто выдает ответ, ну, умеет очень легко отвечать на вопрос, является ли мое слово прилагательным, является ли оно существительным, относится ли оно к предыдущему слову, понятно? Вот, а дальше я давайте просто возьму, и вместо того, чтобы делать один вот такой блок в одном месте, я их сделаю 8 штук. И что тогда получится? А тогда получится следующая ситуация, что вот у меня для данного х, я его пропустил, давайте его как-то по-другому. Вот данный был у меня х, я его подал в несколько таких вот attention layer, которые стояли друг с другом параллельно. Значит, я подал в первый и получил такое представление. Подал во второй, получил такое представление. Подал в третий, получил еще одно представление и так далее, так далее, так далее. Я для последнего, последний layer мне выдал вот такое представление, окей? Значит, и каждое из этих представлений, оно максимально простое. Это содержит на вопрос, является ли это прилагательным, это там является ли это наречием и так далее, и так далее. А дальше я просто беру и объединяю все эти представления в одно. Я их беру, конкатенирую, просто склеиваю друг с другом и получаю, собственно, новое представление для х. У меня просто задачка для нейронки облегчается. Понятно? Результаты поиска по вашему запросу. Да. Дуб – символ могущества и долголетия. Не знаю, почему здесь дуб. Яндекс лучше справился. Так. Хорошо. Значит, это понятно, идея? Вот. Ну, соответственно, multi-head attention – это вот именно это и есть. Просто давайте много attention засунем в один блок, чтобы они работали параллельно. Значит, это очень удобная штука, потому что она в том числе позволяет вам, например, ну, то есть, как я уже говорил, шифровать там не обязательно только часть речи. Она может одна, например, содержать для данного слова. Вот у вас есть слово gave. У gave есть несколько вопросов, которые к нему можно задать. Можно сказать, а что дали. Можно спросить, кто дал. И можно вопрос, кому дали. И вот у вас, соответственно, будет три attention, три attention-head, каждый из которых для конкретных глаголов будет отвечать вот на эти три вопроса. Понятно? Вот. Единственный нюанс, что вы… Значит, сейчас, секунду. Опять полетело все. Единственный нюанс… Заключается в том, что у вас вот эти значения, вот у вас вот полученные представления будут поменьше, чем изначальное. Почему? Просто потому, что иначе у вас нейросетка скажет бабах. Потому что представим себе, что у вас изначально вы решили… Каждому слову дать вектор размера 80. То есть у вас вот вектор из ноликов, там, единичек и прочего, прочего, прочего. То есть это реальные числа. Вот у вас такой вектор x. Так? Вы для этого вектора, пропуская через сетку, получили несколько представлений. Одно – ничьи сетку через ваш блок. Второе. Ну и так далее, так далее, так далее. Вы их суммарно получили, скажем, 8 штук. Окей? Вот смотрите, если вы вот эти представления скажете, что они такого же размера, как изначально, 80, то у вас какой размер сконкратимированного будет представления? 640, да? Да, 640. Соответственно, несложно догадаться, что если такую процедуру повторить несколько раз, то даже на очень маленьком… Как его? На очень маленьком входном предложении, на очень маленьком изначальном размере токенов, у вас в итоге получатся какие-то монстры. Потому что, ну там, 640 умножить еще на 8, получится совсем грустно. То есть у вас просто нейросетка будет ломаться, она будет взрываться и так далее. Поэтому на самом деле специально как раз-то делают просто ключи в значение поменьше, то есть мапят пространство меньшего размера, скажем, в данном случае возьмем просто у каждой из этих штук размерность 10. Вот. А дальше просто их склеим, и у нас получится размерность 80. То есть то же, что было на вход. Понятно? Вот. Ну и обычно как бы правило, что стараются сделать, чтобы вот размерность, которая была на входе, такая же была на выходе, кроме самого последнего слоя, где там что-то другое нужно сделать. Понятно? Вот. Но финальная размерность получается, с учетом того, что у вас этих хэдов сразу несколько. Так. Хорошо. Значит, оказывается, на самом деле, ну, единственное, просто вот этих слоев потенциона, конечно, не хватит. Потому что все-таки вот это вот, ну, магией кажется, что у вас, вы просто делаете, считаете, скалярные произведения, у вас становится по жизни все лучше и лучше, да? Так бы работало бы классно, если бы работало, но это не совсем правда. На самом деле у вас, конечно же, в блок attention еще входят линейные слои. То есть когда вы получили вот это представление итоговое, вы его не сразу подаете в следующий attention, а вы его там можете, вы его еще передаете в линейный слой, вы эту штуку нормируете специальным образом, и так далее, и так далее. То есть на самом деле это чуть больше история. Сейчас мы ее увидим. Вот она выглядит. То есть в реальности это выглядит таким образом. То есть вот у вас есть слой self-attention. Вы, собственно, что вы делаете? Вы берете, подали на вход вот свои представления. Они как-то преобразовались self-attention. Собственно, вот из этого вот residual connection у вас есть требования, чтобы были одинаковые размерности. Вы взяли к изначальному представлению, которое было вот здесь, добавили то, что было получено. Понятно? То есть вы их сложили. Дальше вы их отнормировали. Дальше вы каждый такой вектор, тут очень важная эта история, что здесь используется не просто линейный слой, который все бы очень сильно усложнил. Почему он бы все сильно усложнил? Потому что мы хотим работать с текстами. У вас текст, допустим, 80, и опять же текст длины 80. Но что-то 6400 входных признаков не очень хочется. То есть если их там столько, то будет совсем круто. То есть опять же это не будет работать. Если бы у вас полученные все эти представления для каждого слова длины 80, вы бы их брали и склеивали в один длинный вектор и подавали линейному слою. Понятно? Это бы не работало. Но что вы можете делать? Вы можете использовать специальный слой вот этой layer normalization. Мы его обсуждали. У него как раз-то нет никаких предубеждений к размеру того, что вы подаете. Поэтому в него можно так подать, и все будет хорошо работать. Никаких проблем с этим не возникнет. А дальше вы берете и каждый из вот этих токенов нормированных, который появился здесь, подаете в линейную сеть очень маленькую, которая на самом деле тоже будет размерности 80 на сколько. Понятно? Вот. У вас получается типа, что опять же там, ну, например, 80 на 80. И у вас получается, что опять же эти блоки там что-то подумали над вашими представлениями. Например, они из вот этих представлений. Здесь были представления удобные для того, чтобы ответить на вопрос прилагательное, существительное и так далее. А дальше вам нужно просто взять и вот из этого представления получить некий определенный ответ. Вы хотите просто сказать, что эта штука прилагательная. Все, вам не нужна информация вот эта о том, что там это было на речь. Могло ли это быть на речи? Нет, это точно прилагательное. Вот у вас этот MLP это сделал. Дальше вы опять сложили то, что он выдал с тем, что было на входе. Ну, опять же, это делается для того, чтобы градиент лучше шел. Нератетка к этому адаптируется спокойно. Дальше вы делаете еще одну лейер-нормализацию. И получаете, наконец-то, ваш ответ, который вы опять подаете следующему attention-layer. Понятно? Да. Да. Не, ну вот у меня уже только это получается, по сути. Да. То есть, не, а ему есть к чему вопрос задавать. Смотрите, у вас же... Сейчас, давайте нарисуем. Теперь будем просто это обозначать слои. Значит, у вас есть некое предложение, которое было там изначально. Х1, х2, х3, х4, х5. Значит, у него было изначальное представление какое-то, да? Вот такое вот. Значит, мы засунули это в трансформер, он это перенес. Значе не в трансформер, а просто в attention-layer. Дальше мы, значит, получили для каждого из токенов вот такое представление новое. Окей? Ну, мы это представление точно так же можем опять засунуть в attention-transформер, он нам выдаст еще одно представление. Там более хорошее. И так далее, и так далее. У вас нету с этим проблем. У вас, смотрите, тут весь фокус в том, что у вас ни на каком этапе не пропадает ситуация, что у вас было столько входных токенов, сколько и выходных. Поэтому у вас просто каждый токен становится как-то более богатым на знания. То есть здесь это был просто там банк, а здесь это уже банк of America, а здесь это банк, который нужно искать. И так далее, и так далее, и так далее. Понятно? Вот. А здесь мог догадаться, что это, а, это такой банк. У нее время пути, вот, информация будет идти у АТ. Там для конволюции чуть быстрее. Вот. Ну и, соответственно, мы не будем, я говорил, мы не будем разбирать, как это подробно делается, потому что просто времени... Нет, я просто скажу, что вот эта штука была, собственно, использована в статье Attention is all you need. Ну и это настолько хайповое название, скажем так, что теперь очень много статей в машинном обучении было встречаться вот под таким названием, типа Is all you need. Понятно? Вот. Потому что, типа, это действительно все, что вам нужно. Вот. Статья очень известная, и вот в ней использовалась, собственно, вот эта архитектура, но она использовалась очень гамоская. То есть она использовалась очень большая, очень сложная и, ну, нетривиальная, скажем так. То есть там, кроме вот этих блоков... То есть, во-первых, сами эти блоки были не очень тривиальны. Почему здесь layer normalization? Почему здесь обязательно вот этот multilinear precipitron? И так далее, и так далее. То есть непонятно, зачем это делается, но, тем не менее, оно работало. И плюс этих блоков было еще несколько. Кроме того, у вас было 8 блоков, ну, 8 или 6 блоков, которые кодируют изначальное предложение, а потом еще 8 блоков, которые это приложение декодируют. И чтобы это все еще делалось быстро, там еще использовали всякие приколы с тем, что у вас, например, не вся attention matrix видна на этапе обучения. То есть там действительно сложная статья, но мы это пропустим. Вот тут вот есть написано, что такое mask self-attention layer и так далее. Мы с вами прямиком сдвинемся к применению всей этой истории. Ну и в мерте используется, на самом деле, вот действительно только энкодер части, нам это не важно. Нам важна сама задача, сама красота задачи. Мы это подробно, вообще суть таких задач, разберем на следующей лекции, которая будет такая очень маленькая, просто про то, что бывает. Значит, идея следующая. Я хочу научиться получать, опять же, хорошее, красивое представление для моих предложений. Сейчас, подожду. Ну вот это так выглядело, такой огромный. Давайте я сделаю следующую задачку. Значит, у меня есть некий токен, который просто, ну, я его называю классификационный токен. Ну, назову. Назову классификационный токен. Дальше у меня будет мое первое предложение. Дальше у меня будет некий сепаратор. Дальше у меня будет второе предложение. И у меня будет еще один сепаратор. Понятно? То есть у меня на самом деле конец предложения обозначается сепаратором, и после этого сепаратора, в принципе, потенциально могут идти еще другие предложения. Это важно. Ну, и я буду предполагать, что классификационный токен будет содержать информацию обо всем предложении целиком. Я его специально так обучу, чтобы он вот эту информацию содержал. Как я этого добьюсь? А, и да, и второе, я очень хочу, чтобы то, что выдаст моя нейросетка для каждого, на самом деле, для каждого токен в итоге, был обновлен до какого-то состояния, в котором он содержит очень полезную информацию. То есть, например, mydog стало, что это именно моя собака. То есть, dog содержит информацию о том, что это моя собака, и о том, что это прикольная собака. Там, что cute – это именно собачье cute, и так далее, и так далее. И he, например, поменял свое... То есть, he заменилось на dog. Ну, то есть, he не несет никакого значения, да? Это просто... Мы не любим говорить, типа, что у меня очень классная собака, моя собака очень любит играть. Если вот так вот составлять предложение, можно подумать, что вы немножечко башкой ударились. Вот. Это заменяют на местоимения. Вот нейросетка внутри себя, мы надеемся, что эти местоимения обратно заменят на конкретные там вещи. То есть, на собаку и на прочее. Понятно? Хорошо. Значит... Эльфы пришли. Хорошо. Значит... Как мы это будем добиваться? Значит, первая история очень, на самом деле, простая. Мы будем... Значит, подаем нашу... Вот в этом формате предложение. Но давайте мы в этом предложении возьмем и часть слов уберем. Замаскируем. Окей? Вот я взял, и какую-то часть слов, их не видно моему... В моей сетке. Вот. Is he play, например. Окей? Я убрал вот эти слова. Причем я их на самом деле убираю меньше. Давайте я вот he оставлю, а остальное убирал. Значит, почему я так сделал? Потому что, на самом деле, там 15% токенов всего в изначальном предложении модифицируется. Кроме того, что часть токенов будет скрываться, часть токенов, они будут вообще заменены на неправильные. То есть, например, не my dog, а my cat. Окей? Или там likes, hates, например. Но опять же, это делается только на 15% суммарно предложения. То есть, здесь у меня слишком зашумленное получается предложение. Потому что my cat is cute, he hates playing. В принципе, ну, может быть, да. Кроме этого, еще я скажу, что я поменял несколько токенов. Вот этот и вот этот, например. Но на самом деле я их не поменяю. Понятно? То есть, несколько токенов не видны, несколько токенов поменялись на какие-то случайные просто токены. И еще несколько токенов, я их не менял, но как бы внутри себя, я думаю, ну, как бы, я их считаю, что нейросетка их тоже должна восстановить. Понятно? И в итоге моя нейросетка, когда я ей подал вот это предложение с видоизмененными токенами, с какими-то там еще токенами, она должна мне выдать нормальное предложение до того, как я его поменял. Понятно? Чтобы у меня все это нормально училось, потому что у меня измененных токенов сильно меньше, чем обычных, я считаю лосс только бы вот этим трем категориям токена. Понятно? То есть, у меня есть токены, которые изменились, их надо поменять обратно. Есть токены, которые не видны, их надо предсказать. Есть токены, которые не менялись, и на них ничего менять не надо. Типа, оставь, как было. Понятно? Вот, как я это делаю? Значит, как я добиваюсь, чтобы вот у меня именно итоговые представления были хорошими? А я беру просто то, как я пропустил через нейросетку все. Вот у меня получились для каждого слова, получилось некое представление. Опять же, я его по аналогии с реквитными нейронными сетями могу обозначить как h. Окей? А теперь я возьму и на основании, я опять же сделаю, чтобы у меня каждый h пропускался через нейронную сетку. Вот эту вот маленькую многослойную. Окей? Просто обычная линейная многослойная сеть. И эта линейная многослойная сеть, она просто должна мне выдать вектор вероятности. То есть, вот я ей подал h на вход. Давайте. Вот я подаю это моей нейронной сетке. Она будет маленькая, нарочно маленькая. Не очень сложная. Чтобы она сама ничего не пыталась там сделать. Просто в этом токене должна уже содержаться информация вся, необходимая для того, чтобы его правильно восстановить. А дальше она дает мне, что здесь была вероятность 0.1, что это действительно был CAT. 0, скажем, 8, что это был DOG. Ну и 0.1 приходится на все остальные токены. Понятно? Вот я изменил. Вот это у меня представление того токена, который изначально был DOG, но я его изменил на CAT. Окей? И дальше я просто беру и говорю, что вот здесь будет классификационный лост. То есть, ты должна была классифицировать этот токен, к чему он относится. Это на самом деле собака, кошка или прочее. Окей? Я учу эти нейросетки вместе. То есть, у меня нейросетка, которая с attention, она формирует вот эти имбейдинги. А эти имбейдинги используются многослойной сеткой, чтобы предсказать, какое же там было в реальности слово. Окей? Значит, этим я гарантирую, что у меня каждый имбейдинг сам по себе будет очень хороший. Вот все вот эти вот имбейдинги. My dog is cute. He likes play. Вот все вот эти имбейдинги, они хорошие. Я это гарантирую за счет того, что у меня есть вот эта дополнительная часть нейросетки, которая участвует только в обучении и проверяет то, насколько хорошо из каждого токена можно предсказать то, что там в реальности было. Понятно? Вот эта штука называется Masked Language Model. Вот эта вот история. Ну, вот тут вот написано, в каком пропорции все это делается. 15% токенов, 80% из этих токенов с ними ничего не делается. Они маскируются, они просто не видны. 10% заменены на какие-то другие и 10% без изменений. И вот под ним будет считаться лосс. А что здесь важно? Значит, важно то, что вот эта вот сетка, я уже сказал, она будет участвовать только на этапе обучения. На этапе работы всей этой истории нам важны только токены, которые получатся из вот этих исходных. Понятно? Хорошо. Но это еще не все. Помните, у нас был еще классификационный токен. Да? Вот этот замечательный. Вот с ним проблема, потому что этот токен, он таким образом не научится. Он всегда первый идет. Что туда вкласть? Непонятно. Мы туда, к тому же, хотим класть информацию обо всем предложении. Поэтому мы делаем еще одну задачку. Мы только классификационный токен, только вот этот КЛСС, КЛСС, кормим в другую нейросетку, тоже временную, тоже сделанную только на этап обучения, которая, собственно, классифицирует то, что мы ей подали. А как она это будет классифицировать? Она будет классифицировать, является ли вот это второе предложение продолжением первого. Понятно? То есть я могу написать, my dog is cute, I like playing basketball. Ну, типа, либо ты эту собаку рукой как бы подбрала об асфальт, и она подпрыгивает. Ну, либо, наверное, все-таки это два разных предложения. Согласны, да? То есть они не идут друг за другом. Вот. И нейросетка, соответственно, должна это предсказывать. А чтобы это предсказать, ей нужно помнить информацию об обоих предложениях, поэтому действительно в классификационном токене будет в итоге информация обо всем предложении. И вот таким образом мы учим нейросеть. А дальше эту нейросеть можно использовать для самых разных вещей. Значит, во-первых, можно делать, опять же, классификацию пар предложений. Ну, то есть, в принципе, то, что мы тренировали. То есть мы можем вот даже на этих эмбейдингах использовать классификационный токен для того, чтобы просто классифицировать, является ли одно предложение продолжением другого. Мы можем, как это ни странно, классифицировать ровно одно предложение. То есть мы можем подать одно предложение, и нейросетка не сломается. А почему она не сломается? Потому что у нас просто второе предложение обозначалось просто отдельным токеном. Мы просто этого не даем. У нас просто получается одно предложение. Это тоже работает. Значит, мы можем делать тагирование. Здесь нам, наоборот, классификационный токен нам не особо нужен, а нам нужно понимание того, что это вообще за слова. Например, такая частная история, которую все хотят добиться в машинном обучении и в биологии – это чтобы вы, вместо того чтобы читать все статьи, вы просто пропускаете все статьи через такую нейросетку, она вам говорит, что она берет, аннотирует, что у вас там такой-то белочек взаимодействует с таким-то, такой-то белочек взаимодействует с таким-то и так далее. А дальше вы просто говорите, вот я хочу заниматься этим белком, Я хочу людей, у которых этот белок в раке мутирован, лечить. И вам выдается сразу весь лист, с чем этот белок взаимодействует. В нормальном виде и в мутированной форме. Просто анализ такой литературы автоматически. Вот для этого нужно вот это вот тагирование, чтобы просто определять, что где. Кроме этого, есть задача ответа на вопросы. Но, собственно, вот этот чат-джпт, он умеет отвечать на вопросы в том числе. А объект – это очень старая версия всей этой истории. Вот. Сейчас. Кроме того, вся эта история позволяет, я надеюсь, да, позволяет при большом желании сравнивать даже предложения из разных языков. То есть вы можете взять там, то есть учить вашу нейросетку изначально на разных языках, и она, то есть даже при этом вы не делаете сопоставлений. То есть у вас нет сопоставления, что вот это в русском языке то-то, а это в английском языке то-то. Понятно? Если правильно все это сделать, у вас можно вполне получить ситуацию, когда у вас предложение, вот эбэдинг предложения, которое вы получили, например, вот этот в классификационном токене, он будет для предложений, которые на разных языках значат одно и то же, значит одно и то же. Стоит на то, что прямую информацию у вас не было в соответствии. Кроме этого, у вас есть, ну, то есть можно нейросетку тренировать под специальные задачи. Есть куча этих историй, они, по-моему, все не взлетели, но есть биобир, который все биологические тексты, на всех биологических только текстах учился. Есть сайбир, который на научных публикациях учился, есть вот клиникал бирт, я вообще не помню, что делать. В общем, есть много очень биртов, которые на разных задачах учились. И кроме того, вы, в принципе, можете таким же макаром, и это на самом деле используется, учиться, например, на белках. У вас есть очень много белков и их последовательности. Вы можете точно так же сказать, что каждая аминокислота – это токен, и вы часть аминокислот заменяете, часть аминокислот не показываете, и задача нейросетки – предсказать, что там стоит на том или ином месте. Вот, и вы в итоге получаете очень богатое представление для того, чтобы с ним дальше работать. Например, альфафол второй, в нем такая часть есть. То есть в нем вот один из блоков этим занимается. Это вот. Хорошо. Кроме всего этого, можно учить GPT. Это такая моделька, которая… У нее, наоборот, только декодерная часть, на этом ничего не скажет. Значит, это будет… Это просто генератор слов, но, смотрите, вот чат GPT – это GPT-3 доученный специальным образом. Значит, в чем идея состоит? Мне нужно сгенерить предложение, да? У меня просто задача – генерация предложений. Это конкретно генератор. Эту идею, на самом деле, очень часто используют, опять же. Давайте я просто научу свою сетку по данному ей на вход части предложения предсказывать следующее слово. Окей? Больше ничего. Вот ничего не буду учить. Ну и дальше, как я буду генерировать? Я буду просто писать… Значит, первый вариант – я ей просто говорю, даю ей токен start. И говорю, после старта предскажи, что будет. Ну, то есть, это то же самое, что вот этот goal токен. И она придет, предсказывает первое слово. Потом я говорю, вот я даю ей токен start и буковку A. Ну, в данном случае, он сгенерил буковку A. Сгенерирую следующее слово. И так далее, так далее. Понятно? И у меня таким образом получится то, что бескондишенал – генерация текста. Безусловно. То есть, я просто могу этой штукой генерить любой бред и отправлять его в качестве корчевая. Ну, в качестве этих статей, которые просто мусорные. Понятно? То есть, я просто буду раз за разом. Давайте, на всякий случай, если непонятно с кем. По сути, это будет… Я буду эту штуку использовать, как я бы использовал обычную рекурентную сеть. Просто учу я ее немножко иначе. И учится она сильно быстрее за счет этого, на самом деле. Вот у меня есть нейросетка. Моя вот эта GPT. Я в нее сначала передал токен старт только. Она выдала мне, что там A. Окей. Значит, я запоминаю, что она мне выдала A. И на следующем этапе ей подаю токен старт и буковку A. Окей? Значит, она мне генерит там S. На самом деле, она токен старт уже не генит. Значит, она генерит следующий токен. Она генерит там MN. Окей? Значит, сгенерила она MN. Я подал ей MN. Ну и так далее, и так далее. Окей? То есть она будет генерить одно слово за другим. Значит, это не очень интересно, потому что, ну, получается, что просто генерация случайного текста. Но, тем не менее, вы можете это использовать, например, для генерации белков с заданными свойствами. Ну, по идее, да? То есть берете белки с какими-то интересными вам свойствами, учите на них GPT, ну, либо обучаете. И дальше она у вас там, вы подаете ей первую там аминокислоту белка, она вам выдает следующую. То есть потенциально это могло бы работать. В принципе, статьи есть про это, но не похоже, что это выстрелило. Есть интересная история. Вы на самом деле можете нейросетку учить, ну, немножечко там, ну, немножко надо поменять процедуру обучения, добавить несколько токенов, но в итоге она у вас будет учиться вот таким образом, как здесь показан. Вы ей пишете только вот это предложение, она вам сгенерила токены, вы этот токен добавляете. То есть то же самое, что я делал здесь, но у вас затравка больше, чем просто старт токен. Видно? Ну, на самом деле, опять же, можно просто там учить ее генерить несколько предложений и вот так вот. И она таким образом вам сможет на основании некого инпута, который может быть вопросом, который может быть там, типа, напиши за меня диплом и так далее, да. Генерить, собственно, весь текст. Ну, и обучение у нее тоже идет, господи, ну, то есть, по сути, то, что мы потом обсудим, что это ансупервайст, по сути. Это специальный ансупервайст, который мы в следующий раз разберем. Вот, но оказывается, этой штукой при большом желании можно делать классификацию. То есть у вас вот можно взять просто вот то, что она на последних слоях своих прочтенного предложения выделила. Это тоже можно использовать для того, чтобы классифицировать. Это можно использовать для того, чтобы проверить, является ли та или иная гипотеза верной. Можно использовать, опять же, для сравнения предложений. Можно использовать для того, чтобы ваша нейронка училась отвечать на вопросы с вариантами ответа. И так далее, и так далее. Вот. Ну, и можно делать очень-очень много разных приколов. Можно даже перевод делать. Для этого вы просто добавляете такой вот токен, типа, например, to France. Вы вначале пишите что-то на английском, а дальше у вас идет токен, который говорит, что переведи мне это на французский. Она вам будет по одному токену генерить за раз перевод. Понятно? Вот. Такая вот прикольная штука. Значит, про трансформеры, на самом деле, это, ну, понятно, что про трансформеры сейчас можно, в принципе, как при любую другую архитектуру машинного обучения, которая успешная, типа, конволюции. Можно читать там целый курс, он займет там, может быть, может, он шесть лекций будет, но очень таких емких. Вот. Можно почитать. Вот тут рассказано про разные всякие трансформеры. Тут есть код трансформера, собственно, подробно разобранный. Здесь есть, как вообще началась вся история с трансформерами, есть иллюстрированные трансформеры и так далее, и так далее. Там GPT-2, например, и так далее. Понятно? В общем, можно по этим ссылкам перейти и почитать подробнее. Потому что у нас, конечно же, история была просто про саму концепцию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok